Сегодня в рубрике «Доступный автомобиль» у нас на тесте «Ситроин Силизи» и будем разбирать положительные и отрицательные его стороны. У нас на тесте, кстати, автомобиль белорусской сборки. Выясним, насколько интересно вышла задумка и на какие компромиссы пошли инженеры, чтобы представить достойный вариант бюджетного автомобиля. Слегка прищуренные и нахмуренные передние фары разбавляются улыбкой хромированной решетки радиатора. Сглаженные углы и плавно перетекающие линии кузовных элементов дополняют друг друга. Салон автомобиля с первого взгляда создан с французским шармом. Отделка салона «Силизе» на ступеньку выше заявленного бюджетного класса. Внешне современный и на ощупь приятный пластик. Лакированный элемент торпеды, утопающий в глубине передней части салона, скорее дань французскому стилю, для которого имидж превыше всего, нежели практичность. Сборка авто на высоте. Стыки элементов панелей ровные, без зазоров и неровностей. Бюджетный характер авто проявляется в мелочах. Размеры кнопок регулировки магнитолы и других органов управления автомобиля ради стиля и упрощения слишком, на наш взгляд, уменьшили. А вот плюсов у авто много. Отличное рулевое, мягкая, все проглатывающая подвеска, стильный экстерьер и практичный интерьер. Хотя авто в линейке «Ситроена» на самой нижней ступеньке, но, как и старшее собратье «Це Элизе», хорош не столько для водителя, сколько для пассажиров на заднем диване. И даже великанам под 2 метра не придется сгибать голову, и можно вполне комфортно проехать пару сотен километров. Попадая в салон автомобиля, сразу обращаешь внимание на нестандартные решения французских конструкторов. В частности, расположение кнопок электростеклоподъемников, которые расположены возле рычага кропки передач. Постепенно можно привыкнуть. Сидения водителя и пассажиров удобные. Руль стилизованный под спортивный, но вызывает нарекания, не совсем удобные. Подсветка передней консоли яркая, интересная и очень информативная. Автомобиль оснастили 1,6-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 115 лошадиных сил. Динамики небольшого мотора хватает для движения в городском цикле с интенсивными перестроениями. Француз очень мягко катится по дороге. Едешь словно на перине. Этот автомобиль создан для асфальта. А на грунтовой сельской дороге машина начинает раскачиваться, как на волнах. Если надавить на педаль газа при езде по неровностям, можно потерять контроль над управлением. А когда укачает водителя, то волей-неволей придется останавливаться и переводить дух. Если вооружиться калькулятором и рассчитать расходы на первые три года эксплуатации, ЦЛЗ сохранит за собой статус доступного автомобиля. Плюсы автомобиля выделяют его среди одноклассников. Современный среди бюджетного класса по-настоящему красивый кузов. Большой багажник, хорошая динамика и управляемость. Тесты и обзоры доступных авто на сайте программы www.ap.by Субтитры создавал DimaTorzok